33 несчастья в рамках одних учений. В пятницу в ШУИ сотрудники МЧС репетировали спасение в условиях весеннего паводка. Первое вводное для спасателей не стало сюрпризом. Произошел отрыв льдины с рыбаками. Задачу усложнили погодные условия. Но тут все как было бы в реальности. Ветер на водных акваториях всегда присутствует, поэтому здесь вы видели, что когда были порывы ветра, то лодки немножко влево-вправо гуляли. Но это нормальная работа, это не осложнение. Единственное, если бы ветер был чуть поселее, у нас бы квадрокоптер не смог бы летать, потому что его просто-напросто сдуло. А так все в штатном режиме, все хорошо. Рыбаков отыскали при помощи беспилотных летающих аппаратов. Проблема в том, что зачастую сигнальных дымов при себе у рыболовов нет. Да и обязательно из пазжилеты мало кто надевает. Такая халатность сокращает шансы на спасение. Однако на этот раз все прошло благополучно. Осторожней! Пострадавших отправили на берег, где передали в руки медиков. А тем временем новая беда. Условно на мосту столкнулись легковая машина и бензовоз. Оба автомобиля оказались в реке. Бодолаз обследует затонувшую машину и вытаскивает на берег тело одного из пострадавших. Авто на сушу достают при помощи лебедки пожарного автомобиля. Двери легковушки заклинило, а внутри еще один пострадавший. Спасатели вскрывают машину при помощи гидравлического оборудования. Раненого пассажира извлекают. Теперь нужно устранить последствия столкновения, а именно разлив топлива. Для этого используют специальное нефтесборочное оборудование. Это боновые заграждения, то есть они выставляются по течению реки, которые препятствуют проникновению распространению нефтяной пленки. И сам нефтесборщик состоит из помпы дизельной, которой мало искорообразования, и скимера. Так называемый скимер, он отделяет продукты нефти от воды. В итоге загрязнения собирают в специальную емкость, в данном случае бочку. А очищенная вода поступает обратно в реку. Учения завершились традиционно разбором полетов. Все подразделения с поставленными задачами справились. Действия спасателей получили положительную оценку. Теперь поводок уже не так страшен. Остается надеяться, что эти умения спасателям не придется применить в реальности. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуйский район.